Государством создан объемный комплекс мер поддержки для реализации прав человека в условиях арктического пространства. Но современные вызовы приводят к изменениям правозащитного механизма. В связи с этим актуальным остается поиск новых ответов на вопросы о развитии правового пространства в Арктике. Площадкой для поиска ответов стал межрегиональный форум уполномоченных по правам человека. Его участниками стали более 200 человек, в том числе 30 омбудсменов из разных регионов страны. Ненецкий округ впервые принял столь представительную делегацию уполномоченных по правам человека и их представителей из большинства регионов Северо-Западного, Центрального, Южного, Уральского, Приволжского федеральных округов. Несмотря на такой географический разброс, проблемы у всех общие. Мне очень приятно, что сегодня именно на территории нашего округа будет возможность обсудить все те вопросы, все те проблемы, которые связаны с человеком, с его жизнью, с его ощущением полноты этой жизни. Справедливости. Сегодня вообще запрос, наверное, у людей самый большой – это на справедливость. И именно вы являетесь теми медиаторами между властью и гражданином, между всеми слоями общества, которые могут обеспечить это ощущение справедливости у каждого человека. Приезд федерального уполномоченного по правам человека Татьяны Николаевны Москальковой был отложен в связи с представлением ее ежегодного доклада президенту Российской Федерации Владимиру Путину в этот день. Приветственный адрес от имени федерального омбудсмена в адрес участников межрегионального форума представил руководитель секретариата уполномоченного по правам человека в России. Будущее России во многом связано с укреплением и применением уникального геополитического положения российской Арктики, ее богатого интеллектуального и ресурсного потенциала, расширением возможностей внутренней и внешней интеграции для поступательного развития России в 21 веке. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выдвинул на передний план тему развития арктического пространства, справедливо указав, что теперь богатство России должно прирастать Арктикой. С учетом этой глобальной задачи важно осознание того, что Арктика наш уникальный регион. Его эффективное экономическое и социальное развитие возможно только при условии уважения к правам и свободам человека. И мы должны сделать все, чтобы создать в нем максимально комфортные условия для жизни людей, для работы и продвижения личности. В аппарат омбудсмена в прошлом году из регионов Арктической зоны поступило порядка 2000 обращений, на 350 меньше, чем годом ранее. Тематика обращений, по его словам, соответствует общероссийской. Социальные проблемы, жилье, своевременность выплаты заработной платы и образование. В соответствии с государственными документами и законами Российской Федерации, жители северных регионов имеют право на субсидию для поддержания своих жилищных интересов на территории города Москвы. И вот я могу сказать, что за предыдущий год 7 жителей Ненецкого округа получили такую жилищную субсидию. Минимальная сумма на одного человека – это 1,3 млн, а максимальная сумма – это на семью из трех человек 2,4 млн. 500 тысяч с копейками. Есть нормативы, установленные жилой площади. И вот уже на февраль 2018 года еще один житель Ненецкого округа прибыл на территорию города Москвы и получил субсидию в размере 1,493 млн. рублей. Поэтому вот одна из форм поддержки жителей, соблюдения их прав – это выполнение первого федерального законодательства, второе – всяческая поддержка. В диалоге о правах человека и благоприятных условиях проживания людей в Арктике участвовали не только региональные омбудсмены, прокуратура, но и федеральные и местные органы власти, а также представители институтов гражданского общества, образовательных организаций. Второй день форума прошел на Южно-Хильчуюском нефтегазовом месторождении, где предметом для изучения стали условия труда и проживания вахтовиков. Посещение таких предприятий вообще всегда поражает. Крупные предприятия, защищены социальные права граждан, дают работу, в том числе, я так понимаю, в Ненецком автономном округе, очень много работают местных, социально-бытовые условия. Ну и вот вчера мы слушали на форуме, руководитель нам рассказал о том, насколько большой вклад они вносят, в том числе и финансовый, в развитие округа помощь. Ну и он, я так понимаю, самый крупный, наверное, на уголоплательщик в вашем округе – то, что идет в бюджет. Поэтому, конечно, посещение таких предприятий очень важно. В свою очередь, организатор форума, уполномоченный по правам человека в Ненецком округе Лариса Сверидова, также подчеркнула, что найти устойчивую модель баланса интересов промышленников и народов, ведущих традиционный образ жизни, на протяжении многих лет пытаются и власти, и бизнес, и общество. По ее словам, решение проблемы возможно в скорейшем принятии системы образующего закона, о развитии арктической зоны Российской Федерации, а также установлении правовых механизмов, взаимодействия субъектов традиционного и промышленного природопользования в Арктике. – Уполномоченные дали достаточно высокую оценку производству, условиям проживания. Я обратила внимание на то, как устроен досуг. Мы понимаем, что здесь есть некое островное ощущение, или, может быть, ощущение дальнего плавания, когда люди прибывают сюда и целый месяц находятся в таком закрытом помещении в производстве. Меня очень обрадовало то, что уделяется большое внимание спорту, есть спортакиады, есть при этом производственные совещания, есть стимулы для того, чтобы быть лучшим. Это очень важно, потому что у человека должно быть любимое дело. Кроме того, в день проведения пленарного заседания форума состоялись три профильных секции, где модераторами и экспертами выступили уполномоченные по правам человека из разных регионов. На первой площадке обсудили вопросы построения патронажной службы для лиц престарелого возраста в регионе. На второй – межнациональное и межрегиональное сотрудничество, и его аспекты в десяти регионах. Третья площадка стала платформой для обсуждения роли уполномоченного при взаимодействии с правоохранительными органами и Росгвардией. Инициативы и предложения участников вошли в резолюцию форума. После включения дополнительных предложений, резолюция будет направлена в адрес уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Федеральное собрание России, для рассмотрения в профильных комитетах Государственной Думы и Совета Федерации в качестве законодательных инициатив, а также в Государственную комиссию по вопросам развития Арктики, профильные федеральные органы власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.